Что делать, если я не могу бросить грехи? Отвечаю сегодня на данный вопрос. Во-первых, я сразу же хочу успокоить того, кто задает этот вопрос, сказав ему, дорогой брат или дорогая сестра, ты не один такой. У каждого человека есть какой-то грех, с которым он борется. Он оставляет его на какое-то время, а затем возвращается к нему обратно. Оставляет, а затем возвращается. Оставляет, а затем возвращается. Это что-то, что испытывают абсолютно все люди. Даже те, кого ты считаешь идеальными и праведными, имеют скрытые грехи. Однако Всевышний Аллах скрыл их от посторонних глаз, завесой своей милости. Ты не один, никто из нас не является идеальным. Во-вторых, грехи являются неизбежной частью этого мира. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, сказал в одном из своих хадисов, «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, если бы вы не грешили, Аллах непременно истребил бы вас и привел вместо вас таких людей, которые стали бы грешить и просить Всевышнего о прощении, а Он стал бы прощать их». Сразу же скажу, что этот хадис не является зеленым светом для вас, чтобы вы шли и грешили. Нет, смысл этого хадиса в том, что грехи неизбежны. Ни я, ни вы не сможем их избежать в этом мире. Это часть испытания Всевышнего Аллаха. И самое главное в этом испытании – это просить у Аллаха прощения за свои грехи и искренне каяться перед Ним. Аллах не только испытывает нас тем, сделаем ли мы грех или же нет, но и будем ли мы каяться после того, как совершили этот грех. Если мы будем каяться, то уподобимся Адаму, который, совершив грех, признался в этом и покаялся перед Всевышним Аллахом. А если мы не будем каяться, то уподобимся Иблису, который возгордился и начал обвинять самого Всевышнего в том, что он отвернул его от истины. Покаяние смиряет твою душу и делает тебя лучше, чем ты был прежде. Да-да, ты буквально становишься лучше, чем ты был прежде. Это великая милость нашего Создателя. Всевышний Аллах хочет, чтобы ты испытал это благородное чувство смиренности и страха перед Ним, а затем надежды на его прощение. В-третьих, пока ты борешься со своими грехами, иногда проигрывая бой, а иногда выигрывая через искреннее покаяние, ты на пути Аллаха. То, что ты борешься, само по себе уже проявление искренности. Это само по себе уже проявление имана. Пока твои грехи беспокоят тебя, ты чувствуешь вину перед Всевышним Аллахом и стараешься побороть свою душу – это хороший знак. Это знак того, что в тебе есть благо и что твое сердце является живым, потому что мертвому сердцу все равно, какие грехи совершает человек. И клянусь Аллахом, если ты дойдешь до конца и будешь бороться с собственной душой до последнего вздоха, умерев на имане – все, ты спасен, ты в выигрыше, ты обрел вечный успех. Поэтому я обращаюсь к мусульманам, которые борются со своими грехами и, возможно, стоят на краю отчаяния. Во-первых, не отчаивайтесь в милости Аллаха. В его милости отчаиваются лишь неверующие или шайтаны. Не уподобляйтесь им. Аллах прощает все грехи. И даже если ты придешь к Нему в судный день с горами грехов, однако ты старался и боролся со своей собственной душой, Он простит все твои грехи. Во-вторых, Всевышний Аллах смотрит на старание и не смотрит на результат. В этом отличие Творца от Творений. Творения смотрят на результат. Возьмем, к примеру, работу. Если у тебя не будет результатов на работе, тебя уволят. Однако Всевышний Аллах не смотрит на то, были ли у тебя результаты или нет. Он лишь смотрит на то, старался ли ты или нет. В-третьих, не переставай бороться до последнего вздоха и не умирай, кроме как будучи мусульманином. Обязательно искренне старайся бросить грехи. Обязательно искренне старайся бросить грехи. Однако, если у тебя не получилось, пробуй еще раз, и еще раз, и еще раз, и так до последнего вздоха. И если ты дойдешь до последнего вздоха, вот тогда ты выиграл. Да помиловать нас Всевышний Аллах. Спасибо.